Новочеркасск принял воинские святыни. Новочеркасск принял воинские святыни. Столица Донского казачества встретила икону Спас Нерукотворный. В Новочеркасске в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем соборе состоялся торжественный молебен по случаю прибытия главной иконы Главного Храма Вооруженных Сил России Спас Нерукотворный. Ее провели военные священнослужители вместе со священниками Новочеркасского благочиния. Новочеркасск не случайно стал одним из городов, принявших святыню российской армии. В Ростовской области дислоцируются части и соединения 8-й общевойсковой армии УВА. В том числе и легендарная 150-я матнострелковая и дрицко-берлинская ордена Кутузова дивизия правоприемница стрелкового соединения, чьи бойцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантариева друзили на куполе Рейхстага Знамя Победы. В богослужении приняли участие более тысячи военнослужащих Южного военного округа и прежде всего Новочеркасского гарнизона. Многие на церковную службу пришли вместе со своими домочадцами. Сегодня Новочеркасск является также столицей Донского казачества, поэтому в день совершения молебна в храме было немало казаков. Поклониться святыне поспешили также прихожане собора и жители города. В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находятся восемь частиц святых покровителей, великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученица Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеемона Целителя, а также праведного воина Феодора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте. В Ювайконе и Ковчегу с мощами святых покровителей русского воинства уже поклонились более 56 тысяч верующих. Безопасность иконы и Ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие военной полиции Юва. Святой образ будет находиться в главном храме Донского казачества до 2 июня. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее Спас Нерукотворный доставят в храм всех святых на Мамаевом кургане в Волгограде, где икона пробудет с 3 по 14 июня. Ритуал принесения иконы на территории Южного военного округа будет проводиться также в Буденновске, Ставрополе, Краснодаре, Адлере, Владикавказе и Астрахани. Всего на территории Юва, в Крыму и Ростове-на-Дону, на данный момент иконе и Ковчегу с мощами святых покровителей русского воинства поклонились более 56 тысяч верующих военнослужащих Юва, членов их семьи и жителей регионов. Свой путь икона начала в городе Герои Севастополя, на земле Херсониса, где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в главном храме Вооруженных сил России в 75-ю годовщину Великой Победы, Новочеркасск.